привет дорогие подписчики и подписчики и не подписчики сегодня у нас рождество вернее у нас сочинник а у вас уже рождество я как-то немножко облажался и считал по нашему календарю и конечно нас кто-то смотрит из америки и в общем вас с наступающим рождеством а все кто смотрит с постсоветского пространства и с потусторонней части земли вас уже с наступившим рождеством и с наступающим новым годом что я хочу вам всем сказать и пожелать в этом уходящем двадцатом пожелать с уходящим и пожелать в наступающем двадцать первом году это будут наверное скорее всего пожелания обычно мы просим деда мороза чтобы он что-нибудь для нас сделал чтобы он нам что-нибудь принес чтобы он нам в чем-нибудь помог но в общем каждый желает что-то свое я в этом году хочу попросить деда мороза чтобы он нам не приносил ничего не дарил ничего а чтоб просто вернул все то что у нас было в начале двадцатого года или даже я бы сказал наверное в конце девятнадцатого не ну конечно я там попрошу кое-что и он мне уже кое-что принес и дети заказывают подарки и и все мы будем дарить подарки и друзьям и близким и все это хорошо но все-таки я хочу попросить деда мороза чтобы он забрал у нас вот эти вот маски потому что они уже честно говоря задолбали идешь в магазин забываешь одеть маску и чувствуешь себя блин наверное проще было бы быть без штанов и без трусов вот пускай он заберет вот эти вот всякие вот санитайзеры влажные салфетки как это я облажался влажных салфеток не принес вот короче пускаем все это заберет пускай все вернет так как было у нас в конце девятнадцатого года когда мы спокойно могли ну по крайней мере я мог на заправке заправиться и не мыть руки санитайзером перед тем как сесть в машину когда мы спокойно брались в магазине за тележку и не думали о том обработали ее санитайзером и всяким моющим средством или нет в общем хотелось бы чтобы он сделал все как было в наступающем двадцатом а не так как есть в уходящем двадцатом еще хочу чтоб ушло из нашего лексикона выражения наш мир не будет прежним она меня бесила вот как только начался этот весь вот этот вот процесс завертелся закрутился это выражение попало в сми и началось наш мир не будет прежним наш мир не будет прежним и бла 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 я его терпеть не мог я его сейчас терпеть не могу но я его вынужден говорить и произносить потому что мир никогда не будет прежним он все время меняется и время идет и мы развиваемся спирали вся жизнь так устроена ну блин ну пускай он действительно не будет таким как сегодня пускай станет прежним как был тогда пускай все вот это вот от нас уйдет я могу привести сравнение как люди вырос выросшие в советском союзе более старшее поколение да и уже и мое поколение говорят что наши дети сейчас не такие как раньше раньше дети играли в снежки сейчас они сидят в планшетах они не ходят на улицу и бла 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 пускай станет так чтобы они действительно выходили иногда на улицу пускай они играют в планшетах но чтобы они попали в школу потому что это же какой-то кошмар дети лишились наверное единственного общения которое у них было я не против чтобы они играли в сетях в компьютерах планшетах сидели в гаджетах но они должны иногда общаться хотя бы с учителем видеть своих сверстников не только в сумме там в этом в митинге а ходить в реальные классы и как пример я хочу вспомнить фильм электроник я думаю многие зрители и подписчики нашего канала его видели нас превратили в электроников реально это наверное окно лохотрона уже открылось тогда и нам так тихонько показали смотрите какие вы будете ведь но вот опять же кто рос советском союзе и не знаю может быть дети сейчас в беларуси мечтают не ходить в школу но когда мы приехали сюда наши дети в общем-то с охотой ходили в школу и пока они не стали такими более-менее старшими год-два назад они даже не мечтали о каникулах а говорили блин когда каникулы кончатся когда мы пойдем в школу сегодня они целый год просидели дома и я начал об электронике так что там было главный персонаж то лишился школы лишился общения он просто был заперт в своем гараже у него была только собака вот пускай дед мороз делает так чтобы дети пошли в школу чтобы они могли общаться чтобы мы могли вернуться на работу потому что как бы взрослые люди не мечтали не ходить на работу блин это хреново когда ты не ходишь полгода год на работу и не конечно если деньги будут платить то можно не ходить тогда хотелось бы хотя бы в магазины ходить пускай дед мороз сделать так чтобы мы могли ходить в магазины не боясь не думая о том что там много людей чтобы под магазином не приходилось стоять в очереди чтобы люди могли ездить в кафе и в рестораны хоть я и не любитель но зато я их туда вожу чтобы они могли ходить в кинотеатры чтобы мы могли на пляж ходить без маски блин чтобы мы могли бегать в парке заниматься спортом без маски чтобы government нам не советовал дома встречать гостей масках пытаться кушать в ресторане но это же просто бред во что превратилась наша жизнь поэтому я уже наверное достаточно сильно затянул свое обращение к вам дорогие подписчики желаю вам здоровья желаю вам расстаться с масками желаю вам свободно и не боясь дышать и вдыхать воздух желаю вам всего-всего самого хорошего крепкого здоровья вашим детям вашим близким чтобы мы могли свободно ходить на работу чтобы мы могли общаться чтобы мы могли встречаться не разговаривать только по телефону хоть это жизнь сейчас и стала такой что у нас ни на что не хватает время но когда карантин нам дал это время и мы в нем побыли тут действительно вот как-то мы заценили по-другому немножко общения всех с наступающим новым годом всем всего самого лучшего вы были на канале на этом месте в следующем году до встречи пока пока всего хорошего а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...